Плановое собрание по разбору налоговых задолженностей председатель комиссии Людмила Тарасова начала с упоминания изменений в налоговом законодательстве. По ее словам, система новая и, как и любое нововведение, требует времени для полноценного использования. В принципе, установлен единый срок уплаты налогов, это 28 число, единый налоговый счет, единый налоговый платеж. Официально на комиссию было приглашено 22 должника. Общая сумма их задолженности – более 1 миллиарда рублей. Но уже в процессе подготовки к заседанию было погашено 150 миллионов. Самый крупный должник – транспортная компания в лесном городке. Организация не уплатила налог в размере 184 миллионов рублей. На звонки фирма не отвечает и по зарегистрированному адресу не находится. Мы также направили письмо в полицию и, соответственно, уведомили налоговые органы о том, что по месту регистрации фирмы она свою финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет. К сожалению большому, те телефоны, которые были у нас, и когда еще какая-то взаимосвязь осуществлялась, на телефоны он трубки не берет и не отвечает. Причем такая ситуация обстоит со многими должниками. Другая фирма, арендующая земли, категорически отказывается от уплаты налогов. Директор апеллирует тем, что никаких платежных поручений и уведомлений не получал. На тот момент, когда мы написали уведомление, то есть мы не оплачивали, мы полностью расплатились. И на данный момент мы не знаем, что у нас такой долг. Однако, не расторгнув договор аренды, любые платежи арендатор обязан уплачивать автоматически. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». И все, чтобы детки не убегали.